Михаил Гусев в металлургической отрасли уже 13 лет. Рассказывает, призвание выбрал еще в детстве. Мастерить поделки из железа было любимым занятием 10-летнего мальчика. А сейчас вся эта забава обрела масштабный смысл. Сегодня Михаил контролирует технологический процесс большого спектра металлоизделий на Рязанском трубном заводе, который выпускает продукцию для всей страны. В металлургии я пришел в 2010 году, в начале года, в феврале месяца. Вся моя жизнь была связана с металлом, поэтому я и выбрал данное направление, данную должность, на которую я сюда пришел. Пришел я сюда начальником механического участка по металлообработке. С детства очень любил заниматься с металлом, с его искусством, потому что металл – это свое искусство, через которое можно ваять, что мы хотим получить в итоге. Ваяют здесь трубы, причем разных диаметров, размеров и форм. Начало процесса – нарезка рулонной стали. Такие полосы называют штрипсами. Именно из них и изготавливают трубы различных сечений – прямоугольного, квадратного, круглого. Рязанский трубный завод был основан в 2001 году. На сегодняшний день это предприятие полного производственного цикла, выпускающее свыше 25 тысяч тонн труб различных типоразмеров в месяц. Наше производство укомплектовано отечественным и европейским оборудованием и имеет всю необходимую транспортно-энергетическую инфраструктуру, позволяющую независимо функционировать и решать любые производственные задачи. Мы обеспечиваем свое производство сырьем высшего качества, сотрудничая с крупнейшими металлургическими комбинатами и поставщиками из России, а также стран ближнего зарубежья. Работают в металлургии и женщины. У них в отрасли особая роль. На Рязанском трубном заводе я занимаюсь складской логистикой. Это прием сырья, который поступает на АПР, после подается на производство и в виде готовой продукции принимается на склад. Потом мы это все отгружаем. Металлургия – одна из ключевых отраслей промышленности в стране. Стальная опора экономики – основной драйвер развития строительства и топливно-энергетического комплекса. По сообщению Росстата, в 2023 году российская металлургия адаптировалась к санкционному давлению на экономику нашей страны и продолжает наращивать темпы роста. Именно поэтому сейчас Рязанскому трубному заводу как никогда нужны квалифицированные кадры. Все соискатели могут пройти обучение на базе предприятия. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».